Поехали! Всем здравия, дорогие друзья! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 февраля 2019 года, четверг. И поскольку 28 февраля это конец зимы, вот по всем календарным делам, как нам это кажется, то символично у нас и тема сегодня, заклички весны. Вот такая весенняя, разуженная тема. А раз тема весенняя и посвящена нашей древности, то кто ж нам лучше ее расскажет, как наша уважаемая Ладушка? Здравия тебе, Лада! Всем здравия! Всем привет! И как всегда, я предлагаю сначала тебе немножечко раскрыть тему, рассказать о том, что ты подразумеваешь под закличками весны. И потому что сейчас есть люди, которые вообще не подозревают, что такое. Как-то можно весну закликать. Что это такое весну закликать? Идет она сама собой, снег тает, птицы поют, да и все хорошо. А тут, оказывается, какие заклички еще есть. Вот поэтому давай-ка начнем с этого. Да. Давайте вообще лучше сделаем неожиданно и начнем с песни. Да, чтобы сразу выкудить немножко наше восприятие, настроить его на традицию, да, и на то, о чем сегодня будет речь. Так что песня-закличка звучит в эфире. Подговор-песня. Песня поется. Подай, Боже, ключик, подай, Боже, ключик, Весной оттанкнуть, весной оттанкнуть, Весной оттанкнуть, зиму замыкать, зиму замыкать, Весной оттанкнуть, зиму. А лето в карете, а лето в карете. Вот такой вступительной песней я начну сегодняшний рассказ. Песня-закличка. Мы с вами наконец приблизились к весне. В прошлый раз мы с вами встречались в районе Калят. Это было около Нового года, была зима. Мы разговаривали про зимние песни, обряды. А я занимаюсь в основном песней. И вот из нее я извлекаю знания, часто утраченные в других источниках, о том, что видели в этом празднике, что именно делали наши предки. И до сих пор делают кое-где. И составляю из этих кусочков какую-то цельную мозаику. И то же самое сегодня мы с помощью весенних песен попробуем сделать. В этой песне анонс почти всего, что сегодня мы будем освещать, он есть. Здесь есть вот эти вот подходящие интонации, направленные на то, чтобы пробуждать нас, пробуждать природу вокруг нас, обращаться к верхним силам, от которых мы ждем тепла, света, от которых мы ждем потом и всех благ, которые приносят нам теплый сезон, то есть материальных, пищевых благ. Здесь есть вот этот гукание, вот этот прием последних таких звуков, улетающих вообще к небесам, на октаву выше основной песни, вот это в конце. Да, оно может быть очень звучным и очень длительным, очень интересным мелодически. Это здесь есть. Есть здесь олицетворение сезонов, да. Кто на чем едет. Зима едет на вазочку, то есть на санях. Весна едет на челночку, то есть на лодочке, да, потому что разлив воды, половодие, вот. А лето в карете, то есть на колесном транспорте, да, почетном колесном, значит, средстве. Вот об этом всем и многом другом сегодня мы с вами поговорим. Вопросы, которые у вас возникают, вы можете писать в комментариях под видео, да, в конце мы будем на них отвечать. Вот. Вообще сначала скажу о песнях весны в целом, да, чем они характерны. А они весьма-таки характерны, да. Я стою на том, что вот рисунок песни сам по себе мелодический, он несет свой смысл, да. То есть песни не только отличаются содержательным текстом своим, а они также отличаются мелодически по сезонам. Мы говорили об этом в зимней передаче нашей. Вот. Зимние песни, они такие вот часто речитативные, декламационные, да, такие вот частенькие, ну, потому что мы на морозе стоим, да, вот под окнами там каледуем, да. Чаще всего это вот такой вот стиль. Весной после долгого, значит, сидения в помещении, ну, и пения тоже в помещении, да, там, на посиделках, на вечерках люди поют. В основном такое плясовое там, вот, лирическое что-то. Вот. И когда появляется уже надежда на тепло, люди выходят первый раз звучать на улице, да, после долгой зимы. Вот этот воздух позволяет нам уже звучать. Но, кстати, не всегда прям, конечно, никак не первым мартом позволяет нам звучать, да. И вообще вот эти все весенние праздники, ведь они в основном-то опираются на климатические условия, да. Нет такого, что ребята, 9 марта, все, оделись, пошли закликать, несмотря на то, что там метель, пурга и минус 10, да, ну, бывает разное в разные годы. Вот. А все-таки всегда люди смотрят по погоде, да, если вот эта дата как-то отмечена для них, то они, ну, выйдут, попробуют, да, но если погода не располагает, если действительно мороз, там все, ну, они выйдут и попробуют в другой раз. То есть, ну, люди по-живому к этому относились, естественно, и по-живому, да, не то, что там превозмогая все на свете, у нас табличка, извините, у нас дни самостояния равнодетства, мы не можем, у нас вот, значит, здесь сейчас сегмент такой идет. Вот. Они жили, да, в природе, они были с ней единым целым, поэтому чувствовали друг друга, а не с ней. И вот поэтому отвечали, да, как там за окном и что там располагает или нет, нам попить. И действительно, в песнях есть такие тексты, которые говорят о том, что люди проверяют это звучание. Вот в масленичной песне есть такие слова. Масляное все под горку, крикну я все под зольку. Вот. То есть, и это не единственная песня, да. Здесь рисуется вот картина, как люди выходят на возвышенность, да, и на вечерней заре они кричат, посылают этот звук. Ну, в принципе, эти обрядовые песни, они и назывались «Кричать их», да, «Кричать». Это петь, это который вот кудрявый, такие красивые, вот лирические, там, матросик мой, там, любимый, ах, он меня бросил, я его там бросила. Вот. Это вот «Петь» называлось. А вот эти песни, их «Кричать» часто говорили, да. Ну, естественно, не везде, это региональное название. Так что вот этот крик, ну, я под зольку, да, посылают люди звук с возвышенности, да, там, внизу, там, реки, там, леса, да, и вот они слушают, как он летит, как он возвращается к ним. Исходя из этого, делается вывод уже, пора или не пора, да, и не только петь, а иногда и, допустим, сеять там, или что-то другое, да. То есть это ведь все связано одно с другим, и действительно, вот кто имеет опыт выступлений на открытом воздухе, те люди знают, что вот как раз на границе зимы и весны часто это делать трудновато, потому что если воздух еще морозный, ну, просто это вредно, да, для связок петь на открытом воздухе. Поэтому воздух должен прогреться. И как раз почему же некоторые думают, почему заклички принято вечером, на вечерней заре исполнять? Ведь это же восхождение солнца, ведь это надо утром, вот, по табличке, да, по символике такой вот кабинетной. Вот, а сермяга бытовая говорит нам о том, что вечер, закат – это самое теплое время, да, когда за день у тебя разогрелось хотя бы что-то, воздух разогрелся, проталинки, да, лужи, лед растаял, лужи появились, да, и вот это ощущение весны, оно сильнее, чем утром, когда еще у тебя минусовая температура, морозец хрустит, да, вот, еще нет такого. Поэтому, да, на вечерней именно заре вот этот звук люди пускают первый раз, слушают, как он возвращается к ним, да, какое качество, ну, просто горлом чувствую, да, петь удобно или неудобно. Вот песня звучит, все, думаешь, а, весна пришла, все, назад пути уже нет. Или так споешь, думаешь, нет, еще надо ждать. Это действительно опыт, вот, мой личный физический опыт, да, и даже, как бы, никакой мистики здесь нет. Вот, так что вот на вечерней заре люди, наконец-то, особенно молодые, да, девушки особенно, это самый основной контингент, исполняющий заклички, вот они, значит, дождались, когда можно звучать на улице, и звучат эти заклички. И дальше с закличек начинается вот этот весенний цикл, наиболее богатый вообще песнями, наиболее богатый мелодически, по сравнению вообще со всем годом, да. Вот этот весенний цикл, он протягивается всю весну, и доходит он до того, что называется в двуеверское время Троица, да, то есть это начало июня, да, начало такой жары, прям совсем летний, да, и это связано с определенным циклом работ сельскохозяйственных, да, то есть вот в науке называется весенний-летний обрядовый цикл, да, от ранней весны и до Троицы, до вот июня, это вот единый такой пласт, у него общее как бы направление магическое, да, общий вот такой вектор, символизм, он может внутри вот этого цикла туда-сюда перемещаться, да, то есть, допустим, использование яиц, да, ну, в основном сейчас ассоциируется это с Пасхой, да, крашен яиц, игры с яйцами, обмен там яйцами, писанки, вот, однако это приурочивается кое-где к Ярилину дню, кое-где игры с яйцами, и вообще использование магического яиц, оно есть в других обрядах, в других праздниках весенних, да, то есть, естественно, яйцо у нас ассоциируется с весной, да, поскольку это образ сотворения мира, образ вот этой цельности, зародыша, из которой потом будет разворачиваться все, вот, поэтому, если мы посмотрим на наши братские народы, там, на южных славян, там, на славянцев, на болгар, у них свои будут обряды и свои праздники, к которым яйца привязаны, да, и также со всем другим, то есть здесь нет такого, кто прав, кто не прав, что, а у нас вот яйца тут, вот где же на самом деле-то все-таки было, вот на этом или на этом, нет, оно могло быть и там, и там, да, так же, как вот и другие вот эти элементы, да, допустим, зелень, да, где-то там зеленью украшают все, вот на Троицу мы это знаем тоже, да, там, устилают полы, увешивают людей, животных, дома, церковь приносит березки, там, да, прекрасный благочестивый обычай, да, христианский, вот, а где-то это делается на другие праздники, да, чем южнее, тем раньше, например, на тот же Ерилен день, Юрьев день, вот, май, да, вот праздник прям, вот, первое мая в Европе, он, в принципе, связан с зеленью, вот с этой вот силой зеленых растений, да, но это я забегаю сильно вперед, вот, то есть это все может путешествовать внутри этого цикла, потому что люди чувствуют символ, чувствуют магию, да, а когда им ее применить, в какой день, это уже очень зависит от конкретного места, конкретной погоды, да, и вот традиции локальные, вот, хорошо, поэтому так вот оно все у нас, весенне-летний цикл мы сегодня откроем, да, а следующая передача внутри этого цикла, у нас будет про Ерилен день, Юрьев Егорьев в народной культуре последних веков он называется, и она у нас пройдет прямо на сам Ерилен день, то есть 23 апреля, можете все помечать в вашей ежедневничке, мы с вами встретимся и поговорим, и попоем, вот, и вы будете наблюдать, что вот эти весенние песни, они с течением вот нашей весны, с наращиванием оборотов нашей весны, они все более раскрываются, у них диапазон расширяется, да, то есть вот эта вот мелодия, да, вот она сначала сдержанная, потом она раскрывается, ноты становятся дольше, многоголосие становятся ярче, насыщеннее, да, вот это все развивается, кульминация, наверное, вот весенних песен, это хороводы, да, хороводные песни, а хороводы, это, кстати, весенний обряд, да, это не игра, это ритуальное действие, танец такой ритуальный, вот, который очень плотно связан с календарем, да, вот он нам привязан к весне, может, для кого-то это новость, вот, так что вот раскрывается наше, и потом оно переходит в лето, и переходит оно таким абсолютным затягиванием вот этих вот концов, они на купалу вот эти концы строчек, они абсолютно, ну, несовместимы уже с жизнью просто, да, такие удивительные космические вот эти протяженности, потому что вот наше колесо, оно крутится, 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 и на купалу верхняя точка, и мы в ней как бы зависаем, замираем, и вот этот момент перед началом вращения уже вниз, да, как бы перед падением с этой горы, мы вот так замерли, и прозвучали, прозвучали максимально, да, люди всю ночь празднуют, дожидаясь солнца, да, встреча солнца после купалы, которое должно играть, да, и вот эта вот точка замирания перед следующим шагом, да, большим тоже важным, вот, так что мелодически, если вот этим заниматься, да, вот наслушивается багаж, и ты ощущаешь, насколько мелодические песни нашего народа, они это передают, все это вот видение вот этого мироздания даже, да, вот этого годового круга, круга жизни людской тоже передают, да, потому что говорили мы с вами, что вот этот круг годовой, он очень созвучен, связан символически с кругом жизненным, да, и вот, то есть с возрастами, да, вот как юный год молодой, вот он растет, да, потом зреет, потом к старению движется, также вот это соотносится с кругом человека, поэтому люди, которые в обрядах наиболее задействованы в конкретную точку колеса, они, их возраст символизирует этот период, да, то есть в наш конкретно сегодня, о котором мы говорим, годовой период, за клички «ранняя весна», это молодые люди, совсем молодые люди, вот они символизируют этот период, у них все впереди, они полны сил, они полны энергии, да, и дальше у них все только будет в рост, еще накапливаться этот рост будет, то есть это даже еще, может быть, не половозрелые люди, да, а вот к ерилену дню, это уже вопрос вот засевания, вопрос половой такой, эротический, вот там он набирает уже обороты, да, здесь пока вот только вот рост, 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 и вот это вот накопление вот этих энергий, да, вот звучание такое, пружина, да, вот только тебя выпустили, ты пружинишь, еще даже иногда не по делу, да, просто от полноты такой, вот. Ну и нам всем понятны эти движения, вот эти вот движения этих энергий, здесь даже как бы любому скептику ничего не надо объяснять, да, насколько вот эта весна нас пробуждает всегда, да, и нам хочется нового, новых проектов, новых знакомств, поездок, да, начинаний, вот, весной действительно как-то все легче, и сил больше, и световой день, там все, вот, поэтому это то, что мы действительно унаследовали от природы, от эволюции, вот, от традиции, это с нами до сих пор, да, так же как лунный цикл влияет на нас, то вот этот годовой цикл обязательно влияет, и мы, вот, весной мы это можем ярко почувствовать, давайте прямо посмотрим в глаза тому, что внутри нас, да, вот, и в этом году проживем более осознанно вот эти вот желания побуждения, которые возникают весной, такие весенние, да, можно как бы дать им микрофон, да, и позволить им сыграть свою роль, и посмотрим, что будет. Вот, ну и мелодически, вот, может быть, в этой песне вы заметили, да, что такая вот восходящая мелодия, восходящая имеет в основном направление, да, потому что мы движемся туда, да, мы движемся, во-первых, вверх, да, к небу сейчас обращение у нас, к земле еще рано обращаться, она спит пока, да, вот, медленно будет просыпаться еще, вот, а небо, вот, от него мы ждем сейчас тепла, ждем прилета птиц, который здесь, наверное, основной символ, вот, в обряде, в празднике закличек весны, основной символ, это птицы, да, которые прилетают из теплых стран, вот, а в картине мира традиционном прилетают они из Ирия, да, то есть из рая, прилетают из иного мира, того верхнего светлого иного мира, где живут наши предки, и приносят весну, приносят тепло, приносят тех самых, в общем-то, души тех самых предков сюда, да, потому что вот по этому воззрению эти души присутствуют здесь в то теплое время, да, только, и зимой как бы люди здесь одни, да, потому что природа спит, и здесь вот она тоже как бы полумертвая, можно сказать, спит, замороженная, мертвая, скованная, да, природа, и в ней нет вот этого всего, а вот по теплу вот это все просыпается, вылезает либо из-под земли, либо сверху, да, вот, она одушевляется, одухотворяется, это природа, и, в общем, для нас, может быть, не очень это логично, но для традиционного человека это напрямую связано было с душами предков, то есть души предков – это та сила, которая оживляет вот этот мир, и когда они прилетают на птичьих крылах, наш мир природный, окружающий, он начинает оживать, просыпаться, потому что он наполнен уже душами, духами, да, он наполнен уже, да, то есть он становится живым постепенно, и, собственно, силы плодородия непосредственно связывались с силами предков, то есть от них это приходит, у них мы это просим, их мы за это благодарим, да, ну, собственно, предки наши уходят в землю, да, вот, частью своей материальной, и они как бы тоже как почва присутствуют здесь, да, вот, и вот души их, ее оплодотворяют, что ли, вот, как нематериальная часть, в общем, все, можно сказать, состоит здесь из предков, но вот понимая тоже их, возможно, не только как людских предков, да, а чуть-чуть подальше эту линию протянуть, да, наши предки не только люди, но как бы мы еще и потомки богов, да, мы в родне со всем миром, в родстве, и с животными тоже мы в родстве, то есть вот эта единая такая живая душа мировая, да, вот мы ее дети, вот, и она, собственно, начинает сейчас пробуждаться потихоньку, и вот песни-заклички, они призваны пробуждать вот это все окружающее, да, то есть вот эти вибрации такие, они сильные, они мощные, да, они громкие даже прежде всего, да, потому что вот этот уличный звук, я даже дома сейчас не могу полноценно его изобразить, ну, и потом в одно лицо тоже это трудно сделать, и вы всегда, когда я пою, вы представляете, что это лишь намелка, да, а на самом деле эта песня, она из многих голосов должна составляться, и она иногда там на голосе, иногда просто именно хор, да, что хор, вот эти сливающиеся голоса, довольно напряженный звук, вот он называется обрядовый звук, заклинательный звук, уличный, да, этот звук, вот, и вот он пробуждает действительно все вокруг, как считается в традиционной картине мира, и пробуждает он то пространство, в котором он слышен, да, то есть чем громче звук, тем больше пространства мы охватываем, мы помечаем его как свое, да, мы его пробуждаем этой вибрацией, вот, и действительно, вот как бы зимой, это оно очень чужое, да, зимой уже за окошком дома начинается вот иномирие, да, сугробы, темень, снег, опасность даже физическая просто, там где-то заблудиться, замерзнуть, да, дорог никаких нету, то есть все, ты отрезан от всего, это враждебное, как бы, чужеродное пространство, вот, а весной мы выходим на крылечко, мы оглядываемся, и мы его начнем это двигать, мы свой двор расчистили, это уже наше, да, мы улицу расчистили, уже все протаяло, можно ходить в гости, дальше можно будет в соседнюю деревню, пройти в гости, да, скоро по делам, а потом уже и лес, постепенно уже можно будет туда пойти, да, то есть вот это пространство нашей жизни, оно расширяется, выгон, начинаем выпасать животных, да, то есть вот это наша деятельность, она расширяется, и мы должны это пространство снова пометить как свое, заново в этом году, мы ходим и помечаем, ну, вот как животные, да, помечают свою территорию, а человек помечает ее звуком, вот, и таким образом вот эти вот поющие девушки, поющие заклички, они помечают общинную территорию, да, своим звуком, поэтому их задача подальше вынести, и до деревни соседней, передать привет, мол, эй, мы живы, мы здесь, это ли наше, и услышать ответ, им тоже прилетит, да, что эгегей, мы тоже здесь, и тоже претендуем, давайте разбираться, и в течение весны они, в принципе, будут разбираться, где там чье, да, потому что вот это противостояние селений, да, деревень, оно в песнях молодежи очень ярко звучит, да, что, а наши там, ваши хлопцы там гадкие, а наши там хлопцы, значит, хороши, или девчонки у кого какие, да, то есть такое вот между ними напряжение такое есть, но это напряжение электричества, да, потому что они там будут выбирать себе пару в дальнейшем, да, но перед, ну, в общем, есть такое вот врожденное, что наши это наши, а эти, ну, еще со школы, наверное, да, у нас всех такое было, что соседний класс, все, они заведомо все плохие, потому что они не наши, потому что они соседние, да, это чувство, знакомые, я думаю, вам всем, вот, ну, вот, это я, в общем, сказала, как характерны весенние песни, зачем они, да, и какие они, пришло, наверное, пора сказать еще одну песню, вот, будет она такова, сейчас подумаю, ну, простая, ладно, будет пока что, летел кулик из-за моря, принес кулик девять замыков, кулик, кулик, запирай зиму, отпирай весну, теплая летечка, вот эти песни две, они как бы даже, ну, не совсем песни, а вот такой вот напевчик, речитативчик, да, и они вполне доступны детям, сейчас вот в современной культуре, это то, что предлагается детям, начиная с детского сада, да, вот за клички, о, ребята, прилетают птички, давайте разучим за кличку, вот такую, вот про жворонков, там, вот, ну, калятки нашим детям тоже, в общем, предлагаются, да, то есть это такой простой срез, вот, и он зато благодаря своей простоте, он сохраняется, в общем, в современном даже мире, да, но, к сожалению, как детский, вот, вот, и детям доступны вот такие песни, будут звучать еще сегодня песни, которые детскому вокалу недоступны, и они не предназначены, да, вот, и если мы видим, что в последний век, там, или даже полвека, за клички исполняют дети, потому что им все еще это интересно, вот птички, вот печеньки в виде птичек, да, вот, но это не значит, что изначально закликание весны было детским делом, это надо понимать, да, что мы находимся на стадии разрушения, традиции жестокого разрушения, ну, саморазрушения, да, там, ввиду многих факторов, вот, и поэтому разрушаясь традиция становится, к сожалению, принадлежностью детской культуры, да, то есть уже взрослым непонятно зачем, и поэтому им, и они это не хотят делать, им это неинтересно, да, хороводы там водить, да, а дети, что, прикольно, давайте хороводы, давайте игры, давайте печеньки, жаворонки, давайте калядовать, да, детям это весело, поэтому оно сохраняется, вот, но и так же, как и калядование, это не дает нам повод думать, что изначально это было детским, нет, оно не было детским изначально, а даже и иногда строго не детским, да, там есть такие обряды, некоторые, имеющие такой потекст, который детям совершенно не подходит, да, вот, и поэтому вот, но заклички, в принципе, есть разные сведения, да, абсолютно точно это дело молодежи, да, молодые девушки здесь прям абсолютно у руля, да, вот их не вот эти молодые голоса, ливущиеся, да, вот похожие на птичьи, вот эти возможности гукать вот туда наверх, да, всякими способами, это то, что надо для сезона, и вот девушками даже есть рассказ Писахова, да, весну девками делали, да, девок выгоняют гулять почаще, подольше, солнышко засмотрится, и уходить не торопится, да, и таким образом снега тают, и, значит, все, вот, солнце не уходит, и девок домой не загнать, и так до самого лета они, значит, гуляли, и вроде полезное дело делали, да, вот, то есть эта идея, да, она близка народной культуре, да, что девушки, они привлекают вот эти силы, да, потому что они, опять же, вот, как юная земля, да, ожидающая такая, они все это поют, но есть сведения о том, что и взрослые люди, и пожилые люди считали своим долгом выйти и позакликать весну хотя бы с крыльца, вот, то есть, естественно, это дело нужно всем, всей общения, да, поэтому не считайте зазорным, да, вот, я вам официально даю такое разрешение, потому что у нас есть сведения о том, что это есть и было, и мужчины тоже, есть заклички, где звучит мужской голос, а вот, ну, в основном, конечно, кстати, этого очень мало, поэтому мы можем думать, что закликают весну все-таки в основном женский пол, тоже это соотносится с чем-то, с каким-то вот характером этого пола и в связи с задачей магической, да, которую преследуют заклички, вот, и эти заклички разных возрастов, они будут разными, да, вот летел кулик простая, да, на двух нотках с простой ритмикой, это детская закличка, она вот для детей вполне доступна, да, у девушек будут более заливистые, более кудрявистые такие заклички, да, и девушек интересует больше, их судьба, их судьба в этом году, их замужество, их красота, их хороводы грядущие, да, взаимоотношения с кавалерами, вот это им интересно, все, вот, птички прилетели, это им уже не очень, вот, а сколько надо посеять, значит, какой культуры зерновой, им это тоже, пока не особенно важно, они, конечно, будут участвовать, но их это не тревожит сердцем, вот, поэтому их песни о них, о них самих, это моя такая гипотеза, вот, я ее, значит, вывела и проповедую, вот, спою вам песню, которую я считаю закличкой для девушек подходящей, Весенка, красенка, весенка, красенка, да и теплое лето, да и теплое лето, Пошли девки в лето, Пошли девки в лето, Молодухе во зиму, А старухе во землю, да, здесь обиваются разные возраста, и вот, как бы, дары весны, дары наступающего года для каждого возраста, да, девки пошли в лето, да, то есть, если их не взяли замуж в прошедшую зиму, да, а, ну, тут подразумевается пост, возможно, да, который начинается в двоеверческой культуре, вот, пост весенний, великий, и, стало быть, уже замуж, уже не получится пойти, и девки пошли в лето, то есть, остались девками на это лето, да, Молодухи в зиму, то есть, Молодухи, это замужние женщины уже первого года, замужества, или до рождения ребенка, вот, они пошли в зиму, то есть, вот, для их вот этого колеса, возрастного колеса, который соотносится, опять, с годовым, сезонным, да, они уже на своем пике, вот, они замуж вышли, это, можно сказать, купало их жизни, да, и дальше они уже движутся к зиме, да, они уже сдвигаются сюда, вот, еще год прошел, да, вот, они уже, может быть, перестают быть молодухами, даже, вот, а старухам в землю, старухам некуда уже сдвигаться, они уже сдвигаются в самый низ, да, то есть, ну, к этому, конечно, проще народ относился, я думаю, что здесь нет какого-то там неуважения, просто действительно, констатация факта, все умирают, что тут, что скрывать, да, от кого здесь что-то скрывать, старухам уже, да, пора готовиться к зиме, вот, так что все движется, и вот видите опять это соотношение, да, возрастного колеса и годового колеса, и каждый возраст, вот год исполнился новый, и каждый возраст еще на шажок продвинулся в этом цикле, да, и опять же мы видим здесь, что это подытоживание происходит весной, да, то есть это отголосок весеннего нового года, вот, один из новых годов у славян, это весенний новый год, можно считать его с 1 марта, как, например, в Риме, считали, откуда у нас римские месяцы, да, и почему у нас декабрь 10, да, октябрь 8, октябрь, по-латински, вот, потому что первый месяц был март в римском календаре, вот, первый день весны, у нас какое-то время тоже это было, а возможно, вот, с равноденствием считалось, но в любом случае весной, вот, аграрный год точно с этого времени отчитывается, да, поэтому, вот, как бы, люди подытоживают предыдущий год, и смотрят в следующий, и, естественно, поскольку они смотрят в следующий год, в наступивший, да, то мы стоим вот на его первой ступенечке, в состоянии первого дня, первого вот такого начинания, да, поэтому здесь работает магия первого дня, да, то есть вот как встретишь, так и проведешь, до сих пор у нас это все известно, да, на бытовом таком уровне, вот, и здесь, конечно, магия на грядущий земледельческий год, программирование урожая, программирование удачного, вот, сельскохозяйственного, в основном, насчет растений, да, здесь этого много, тоже мы об этом споем, вот, кстати, я не сказала о датах, закличек, вот, значит, заклички мы понимаем под этим, праздник сороки, да, сороки, православной традицией, он называется сорока мучеников, вот, и дата его 9-22 марта, вот, мы считаем, что адекватнее праздновать его 9 марта, потому что, так же, как все солнечные праздники, например, которые в календаре у нас есть, да, они, ну, тоже по сдвинутому календарю, они не попадают на эти точки, допустим, там, вот, Рождество 7 января, да, солнечная дата не 7 января, а 25-я, поэтому мы также берем более раннюю дату, считая ее более адекватной календарному сезонному циклу, да, вот, если празднуем мы его, а не 40 мучеников, если мучеников, то, значит, обращайтесь в церковь, когда вам скажут их праздновать, скажут 22-го, вот, так что 9 марта, я считаю, но вообще заклички, это дело такое, их можно и каждый день закликать, весну, да, вот эти песни петь, вот, начиная с какой-то обрядовой точки, прям вот можно, пока уже реально весна не придет, каждый день это действительно делалось так, вот, прям выходили, закликали, потому что обряд, он такой не тяжеловесный, ты вышел, вот у тебя же воронок есть, ты его поподбрасывал, спел пару песен и пошел домой, да, детишки там, идите побегайте, идите там покидайте, детишки бегут, девчонки их и заставлять не надо, да, на крышу залезли, вот, давайте, чтобы отвлечься, сейчас посмотрим картинки, вот, давайте посмотрим картинка номер шесть, это, значит, возможности закликания весны, да, нам нужны возвышенности, возвышенности при горке проталинной, где первые появляются, да, чтобы звук далеко летел, и также девушки закликают весну с деревьев, залезают на деревья, и мы, значит, когда-то повторили этот подвиг, вот, был праздник в Дубраве, и мы вот залезли на дуб такой, вот, внизу здесь, я в Паневе, такой розоватый, вот, это было аж в 2009 году, 10 лет назад, вот, закликать весну с дерева, это очень интересно, это тоже какой-то архетип будет, да, вот, я люблю такие практики, да, вот, что-то найдешь такое, и прямо вот загорится, что вот это надо повторить, да, потому что в этом такая, вот, красота есть во всем этом, да, и даже просто от физических ощущений, ты на дереве, да, ты как птица вот это все поешь, а, кстати, действительно, в закличках есть много звукоподражаний таких, животных, да, вот эти гукания, да, они иногда вот просто вверх, а иногда таким переливом, и вот они действительно подражают птицам, ну, в общем, мы приманиваем птиц, помимо прочего, да, чтобы они прилетали из теплых стран, вот, поэтому здесь вот птичья такая интонация есть, это вот мы на, закликаем, значит, на дереве, и второе интересное картинка номер семь, можно также закликать весну с крыш, это тоже меня очень привлекла идея, и вот, когда была возможность, мы ее реализовали, закликали с крыши, это тоже такие сильные эмоции, знаете, ну, там вот так ветрено, вот только небо над тобой, солнце в тебя шпарит, такой вот теплый ветер, и вокруг такой простор, и ты вот во всю голову орешь, эти заклички, вот, это, конечно, по-другому, чем нежели так, значит, встали, вот, рядами встали, девчоночки, три-четыре, на счет два, там вот, да, вот так, это такое вот настоящее, дикое, спонтанное, в общем, все, как я люблю. Вот, ну, давайте еще посмотрим тогда, давайте все посмотрим, что нам, посмотрим модели жаворонков, да, жаворонки – это печенье, можно картинку один открыть, вот, жаворонки – это выпечка обрядовая, да, которая выпекается вот на этот праздник, вот, в виде птичек она в основном, вот, называться могут они птушки, какушки, вот, по-другому, там, кулики, но в основном известно название жаворонки, оно вот сейчас как общеупотребимо, вот. Мы собирали этнографические модели из разных областей, из разных источников, да, какие они бывают, как их пекут, вот, и они очень разные бывают, вот, бывают прям не похожи абсолютно на птич, на мой взгляд, вот, значит, ну, самый, наверное, распространенный, это вот узелочком, да, как здесь слева, узелочком носик, хвостик, вот, бывают такие лежачие, как бы, вид сверху, вот, бывают похожи на трилобитов, вот внизу здесь, да, вот там у них, значит, в этом конверточке, там прячется некая гадальный какой-то предметик, вот есть такое, когда на них гадают, туда запрятывают там колечко, монетку, перец, соль, что-то сладенькое, какой-то изюм там, да, то есть вот кому что достанется, и мы гадаем на этот год, да, кому что достанется судьба. Вот, значит, у нижних птиц на хвостах яички, они несут, как бы, они летят, и уже несут с собой яички, да, то есть уже нам прибывает идея размножения, продолжения рода, множественности, да, вот детишек, да, это есть, пожалуйста, картиночка, номер, а, нет, еще, здесь, смотрите, в верхнем ряду, вот интересно, что мы узнали, их украшают с помощью гребешка, то есть вот это, видите, пунктирные линии, да, они наносятся с помощью гребешка, да, и придают вот эту рябость, потому что же воронок, птица, она рябенькая такая, да, вот, и вот эта рябость, так это очаровательно, вот, она придаётся гребешочкам, мы, как узнали, сразу стали так делать, вот, и еще там есть следы от, картинка номер два, здесь будет больше видно, здесь новые модели, да, следы от ключа, от старинных ключей, да, вот где кружочек и палочка, это ключ, вот как у шкафов, сейчас у некоторых такой ключ, да, ключ трубчатый, трубочка и, значит, язычок, вот, и вот отпечаток вот этого ключа, посмотрите, украшает живоронков, да, это тоже не мы придумали, мы рассмотрели это вот на этнографической фотографии, что вот ключом, как это удивительно, ведь мы в песнях поём про ключи, да, живоронки приносят ключи, и вот их истыкивают ключом, да, то есть они несут ключи, ну, согласитесь, что это очаровательно, вот, значит, и ещё, здесь вот один несёт яички на спине, и у самого нижнего правого, видите, два детишки на спине, то есть уже всё, детишки с собой, у среднего в нижнем ряду под ним яички, то есть он их уже высиживает, вот, иногда прям гнездо целое на спине, птичками тоже несёт живоронок, это прекрасная вот идея, да, семейственности, вот, размножение всего и вся, ну, и третья картиночка, это, значит, уникальный эксперимент, я им горжусь, значит, прочитали сведения тоже о том, что выпекали большую птицу, и на ней 40 детишек, птенчиков, да, потому что вот число 40, оно с этим праздником соотносится, да, вот 40, значит, морозов ожидают с этого дня, 40 птиц прилетают, вот, ну, мученики эти опять, да, то есть число 40, оно неспроста вообще в календаре, кстати, оно присутствует, ну, и в возрастном тоже кругу, да, то есть 40 дней поминальных, 40 дней после родов, вот, то есть это такое сакральное число, и вот эти 40 птичек, мне захотелось делать такую птицу-мать, я ее в прошлом году сделала, и, значит, по одному же вороночку каждый день за окно отправлялась, это как бы такое счетное устройство, да, считается, что 40 дней пройдет, все, морозов уже не будет, настоящая весна уже начнется, да, вот, и посмотрите, вот, очень мило получилось, это все, значит, у нас по традиции живороночки из ржаного теста делаются, из пресного, да, то есть это не угощение на самом деле, это у нас обрядовая выпечка, она не совсем для людей, да, сейчас их делают такими булочками пышными, там, с изюмом даже, там, все, вот, но вот архаичные живоронки, они из ржаного, простого абсолютно теста, то есть мука и вода, все, да, это угощение так себе, хотя любители тоже есть, вот, потому что здесь важно не это, да, вы знаете, что обрядовые формы, картинку можно, наверное, уже убирать, вот, обрядовые формы, они повторяют архаичные формы, да, то есть то, что раньше было, раньше было принятым, потом перестало быть, допустим, там, ношение домотканной, там, одежды, да, вот, оно перестало в какой-то момент практиковаться и остается только как обрядовое, то есть обряд, он всегда такой заповедник старины, да, вот, мы сейчас уже там свечи, допустим, не используем, да, там в доме, а вот на обряд мы их зажигаем, да, или там мы сейчас используем все спичками, а вот на обряд мы высекаем живой огонь, трением, да, вот это не мы, это в народе так делается, да, вот если там мор какой-то, или там вот раз в году обновляют огонь, этот огонь высекается архаичным способом, да, вот, или люди, допустим, носят всю жизнь покупную одежду, а хоронить они хотят, чтобы их хоронили в домотканной одежде, потому что предки там не узнают иначе, да, то есть вот такие вот приемы, когда обрядовая вещь, эта вещь архаичная всегда, вот, архаичные блюда на обрядовом столе, мы сейчас, ну, что, вы едите, например, кутью в повседневной жизни, да, или там кисель часто вы едите, особенно овсяный, не сладкий, не слащённый, да, вообще мы не знаем такого блюда, овсяный кисель, да, а вот в поминальной кухне это есть, ну, и другое всякое, вот эти ложки, например, деревянные, ну, многое, так вот, и поэтому ржаное тесто, да, то есть рожь, это наша первая хлебная культура, она появилась гораздо раньше пшеницы, а мы говорим о веках и тысячелетиях, да, вот, и вот с тех самых пор, вероятно, вот это длится, вот эта традиция, когда для архаичных, для обрядовых вещей используется ржаная мука, вот, жавороночки нам принесли такой привет из прошлого, вот, поэтому мы тоже их делаем пресными, и, ну, вот как бы своего одного там сгрызёшь как-нибудь, ладно, а в основном-то что с ними делают, вот, их выпекли, с ними выходят, с ними закликают, то есть вот они должны маячить, да, и живые птицы как бы видят их, летят на них, ты поёшь, ты их подбрасываешь, ловишь, подбрасываешь, ловишь, вот, сажают их на деревья, закидывают их на крышу тоже, вот, даже есть такой, ну, отголосок тоже жертвенности, то есть ему специально отламывают голову, да, голову в одно место, его в другое, то есть это именно жертвы, там, реки кидают в реку, вот это всё, да, то есть это конкретно приносит жертву какому-то месту, какому-то природному явлению, вот, и, значит, такое и происходит. Это весь обряд, там, он в этом заключается, то есть здесь, наверное, пение, это центральное действие в этом обряде, это пение, да, в нём вся соль, вот, и вот это закликание весны, и вот эти птицы, да, вот этот символ птицы, символ птицы в руке, я думаю, что то, что мы видим на вышивках, давайте посмотрим рисунок 4 и 5, 4 сначала, вот, это мы видим как раз возможно, вот эту идею прилёта птиц, вот эту идею ранней весны, да, и идею женщины с живоронками, да, вот она пришла, вот она воздела руки, да, и в руках у неё эти птицы, да, мне кажется, вот это соотносится, вот эта фигура, женская фигура, да, с птицами, двумя, она может относиться с идеей прилёта птиц, встречи птиц, и с идеей живоронков, и рисунок 5, тоже эта идея, но вы знаете, этот мотив в текстиле, да, в вышивке, в качестве, он распространён, он тоже очень архаичен, да, он известен широко, вот здесь прям непосредственно видно на белом вот этом, да, что такие птички вот симпатичные, а женщины, кстати, рогатые, по-моему, вот, и девочка такая, вот, учится закликать, закликает, мне вот так видится, но это тоже моя гипотеза, можно спорить, можно не соглашаться, давайте послушаем вопросы, и поотвечаем на них, ежели они есть, а давай послушаем вопросы, поотвечаем, потому что они у нас есть, итак, после небольшой отбивочки, переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира, напоминаю, что реплики, комментарии, высказывания мы принимаем только на тех сайтах, которых мы можем следить в ваших репликах, комментариях, вопросах, это в первую очередь сайт Народного Странского Радио, естественно, в Ютубе вы можете писать, и в Ютубе, если написано по-человечески, а не гоблин пришел в гости, пофорчать, поурчать, то мы ваши реплики принимаем, и задаем их в живом эфире, итак, небольшая отбивка. Народное Славянское Радио Пора просыпаться Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...